Ну что, по-русскому обучил. Как положено после баньки, немножко мы чуть-чуть расслабимся. Давайте, немножечко. Ну, всё-таки не взяли мы сэндвичи, ну ничего, пусть будет поэтому. Это Russian Navigation. Russian Navigation. Да? Давайте, за русских пилотов. За русских пилотов. Да. За чистое небо, за мягкие посадки. Да. За тех, кто отдал жизнь свою с нашей авиацией. Совершенно верно. Чтобы сами не выпить. Да. Да, те, которые, да. Чтобы наши взлёты всегда совпадали с посадками. Будьте здоровы. Прекрасно. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Русских пилотов всегда отличало высокое профессиональное мастерство. Русские пилоты никогда не надеются на автоматику. Автоматика это как вспомогательное средство. А вообще пилоты русские летают, как говорится, своим собственным соображением, своими собственными руками. Больше всего нам не нравится сейчас в авиации это то, что вот это вот разношерстность. У нас сейчас около 400 авиакомпаний. Русские пилоты всегда были на высоте. Они чувствовали себя, что безопасность полета это всего. Для них не существовали там сейчас какая-то коммерция, какая-то это. А сейчас больше захватываются вот эти вот именно коммерческие вот эти соображения. То есть безопасность встает на второе место, а коммерция и бизнес встают на первое место. Вот это нам очень не нравится. Отключение справа. Отключение слева. О полетах я, наверное, начал мечтать, как только научился ходить. Когда как-то нужно было показать себя, что я уже могу что-то сделать, могу что-нибудь полетать. Значит, есть такие крыши высокие, типа финских построений. Я забрался на эту крышу. А чтобы сделать какой-то такой интересный очень эпизод, в смысле как прыгнуть как бы с парашютом, я взял у мамы своей большой, огромный платок, платок, которым накрывались они как в свое время. Взял, значит, сделал типа парашюта и взял, оттуда спрыгнул прямо в сугроб. Очень интересный был эпизод, когда я прыгнул, от напора этот платок разорвался, и я прямо в снег с большой нагрузкой. Хорошо, что снег. После распада компании, единой компании Аэрофлот, нам остается только донашивать эту форму, которую мы носили раньше. Правда, сейчас вот Домодедов обещает нам в мае-июне месяце пошить новую форму, которую... Летный состав всегда получал очень мало. И вообще неясно было, как кто рассчитывал, чтобы оплачивать труд летного состава. При нашем тяжелом и нелегком, можно сказать, труде, летный состав получал мало. То, что касается сейчас, то тоже оплата настолько низкая, что, в принципе, говорить на эту дему, честно говоря, просто стыдно. Ну, сейчас зарабатывают очень небольшое количество, если конкретно сумму назвать, полтора-два миллиона, не больше. Акел-62, и на маленьких кораблях, есть значительно меньше. Продолжение следует... Мы приехали в Внуково, доместный airport, мы должны идти в Шедеметьево, и мы не можем сделать это. Мой коллега и я, мы думаем, что мы можем сделать, и он уже потянулся. Я спрашиваю, что это может быть сделано. В конце концов, я скажу, что вы делаете в Шедеметьево, и что это будет стоить? У меня есть конференция, и я передавался в кабинете. $1,000, и все будет хорошо. Мы получили our greenbacks, мы получили $1,000. Он был в Шедеметьево, такси next door, и мой коллега поднялся, 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 поднялся. Порезь, поднялся, поднялся. в Санкт-Петербурге. Все будет хорошо, и все будет хорошо, и все будет хорошо. и все будет хорошо. А с другой стороны, они не могут менять в Камчатке. Субтитры создавал DimaTorzok 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 не беспокойся я уверен что делаю свои дела правильно не нарушаю что еще мог сказать вроде бы и все так что она ему это И, как они упали в воздухе, ее сад был в плене, потому что она не болтала на поверхность. В трудную минуту, когда случалась у летчика какая-то такая аварийная ситуация, когда считанные секунды решают исход твоей жизни, если это на военном самолете, а если это на гражданском, когда за твоей спиной, как вот на этом, на нашем самолете, сидит 350 человек, то, конечно, иногда мы и обращаемся к Богу и говорим, Господи, сохрани нас и помоги. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Не верим, не употребляем ни наркотики. Ну, единственное, что, как говорят с начала зарождения авиации, почему-то к рюмке подходили. Да, бывают такие стрессы, что выпьешь из стакана, и ты как воду это выпил. Но это, с другой стороны, помогает. Помогает что? Некоторые, как вот я же говорил раньше, что некоторые в момент стресса курят. Лично я выпиваю. Врагана. Мы были и в бизнес-трипе в Узбекистан, Вергана, и в аюрном, на ленде-трипе, мы были на фиррофе, заглявавшие гости, битвы и, конечно, портфел, и, конечно, водка, и что-то еще. И пилот пришел к нам, и он сказал, что мы должны уйти, или нет, в Ташкенте. И мы приглашали его к нам, и он был очень удивлен, потому что обычно, в нормальных странах, пилот не пьет во время их во время. Но там он сказал, что пилот, что у него только четыре, и мы отдохнем, и это нормально для меня. Я не знаю, и не высказал, кто и кто носит сегодня. Моя мама была стеодиста за 15 лет, и когда я была маленькая девушка, я решила себе, что я пытаюсь стать стеодистом. И сейчас моя мечта вернется. Я хотел бы, чтобы в нашей авиакомпании были самые-самые красивые девушки. Обладали хорошим интеллектом, были красивые, обладали прекрасной внешностью. чтобы пассажиры, которые находились у нас на внуковских авиалиниях, испытывали большое еще желание повторить полет. Ну а я, как думаю, что я специалист в этом вопросе, я думаю, что мы не подведем и отберем кандидаты тех, которые чтобы были симпатичные и хорошие. Моя девушка хотят быть студентом, потому что они любят причины. Они мечтают, чтобы встретиться, чтобы встретиться, и чтобы marry его. В соответствии с регуляциями, для трансоциальных лет, все пассажиры, должны знать, как использовать его живописи. Кабинатор мастер-кандидат 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 «Анжелико, можно ли я помочь? Пусть шаги ваш январь на идиотчак, а вы помните, вынтел на высоту, чтоratчаките в ваш пути . Все пассажиры при XVII все время приходят позицию. Поэтому все эти данные которые с вами очень кое-кандидат на немakes. Among them, oxygen mask demonstration in case of depressurization on the illusion 86. Now I want to teach you one of the very important announcements. It deals with the following information of the passengers before evacuation of the plane. And you must know this announcement by heart. Now please, listen to me. Ladies and gentlemen. Emergency. Return your seat back to the upright position. Now I will say in Russian, translate into English. I usually say to them that the electrical system can be broken. That's why the cabin attendants cannot read the announcements when standing in the galley pantry. They must be with their passengers in the cabin informing their passengers what to do and what not to do. Stay calm. Stay calm. Good. That's why they must learn the announcements by heart and each of them get marks for each announcement. So, they can have six announcements by heart, six marks. Except from the smell in air for airplanes, which you get used to after one hour, I think. And the knees constantly hitting your back from the passenger behind you. Service getting to be better lately. Because last time I was flying from Syktivka to Moscow. And they were even making an announcement in English instead of only Russian. They were saying just before landing, please put your seat back in your position. Refrain from smoking, which is overall not allowed in these planes. And finally they said the most amazing words to me. I hope it was pleasant. And in French, we haven't helped them. They certainly decided to ride up in New York at the top of the ride. But he decided to ride up in円 in a cat. The official taxi says it was 60 dollars. 60 dollars. She said it was less than 40 dollars. No, 40 dollars is very dumb. Well, how far? That's bad. Well, you know, you can drive 60 kilometers. 45. Let's work 50. This is not yours. Let's go 50, I don't want you. Yeah, we'll get it right away. Russian taxi drivers, they're certainly in Moscow, very scarce. Years ago, there were official taxis, and there are still some of them, and they operated fairly successfully. But since the Gorbachev years and Perestroika, most of the taxi industry has been taken over by the Mafia, and they basically are personal taxis to the Mafia. And if you try and operate without the Mafia's permission, you just get rubbed out. At best, you'll have your car destroyed, at worst, you'll be bumped off yourself. And this happens. And they're expensive, too. And they don't know. The other interesting thing is they don't know the country. You get into a Moscow taxi and ask where to go. If it's not a red square or somewhere very obvious, they don't know. If you don't know how to get there, then that's the end of the ride. They don't know where it is. Often, as well, they'll be sitting there reading a paper, obviously not working. You say, you know, I need to go somewhere quickly in Russia. I'll pay you. What do you need? I mean, that's an awful, that's one hell of an invitation to these guys. What do you need in dollars to get me to this place? Speaking Russian, he just says, Peredif. Peredif in Russian means break. I'm on my break. And you're saying, but I'm giving you 60 dollars to go two miles. He says, I'm not interested. Peredif. 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 Они даже и перепрыгнут уже летчиков-вспытателей. Я выезжаю за 4 часа, еду троллейбусом, потом на метро. Я выхожу, сажусь в автобусе за полчаса, автобусом дописываюсь до аэропорта, за полтора часа до вылета. После этого я прихожу в санчасть и выполняю все последовательные дела, которые не пойдем выполнить для перед полетом. Ты устаешь, особенно когда много народу. Час пить, если попадаешь и ждешь автобуса. Конечно, довольно трудно добираться и сложно. Некоторые едут и дольше, и вообще очень тяжело добираться. Конечно, устаю. Сегодня мы проводим практические занятия на самолете Ил-62М по трапу, спуск по трапу и спуск по канатам с крыла. Прошу вас в самолет. Здесь бизнес-класс, кислородное оборудование, огнетушитель водный, огнетушитель хладоновый. Пройдемте дальше. Сейчас мы посмотрим, как у нас приводится в рабочее положение трап. Так. Во-первых, открываем дверь, посмотрев, через иллюминатор нет ли опасности. Затем крышку трапа. Затем вынимаем трап. Мне нравятся возможности. Я могу посмотреть на мир. При другой любой профессии вряд ли мне это будет возможно. Закрываем крышку. Ну, я хочу полетать еще, конечно. Еще не начав, я говорю. Не знаю, сколько это будет лет и как это все получится. Я считаю, что семья не мешает этой работе. Потому что, ну, это неплохое сочетание даже где-то. Потому что, когда расстаешься, а потом встречаешься, я считаю, что от этого чувства только острее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я считаю, что появление конкуренции в последнее время оказало некоторую роль. Девушки наши стали более красивые, стали относиться к своему делу более четко, более правильно, с душой. Потому что, опять же, конкуренция. Иначе на твоих линиях не будет никто летать, правильно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ребята, так как ваша группа заканчивает обучение, и через две недели вы пойдете уже летать, поэтому я хочу вам напомнить основные обязанности бортпроводника, который выполняет рейс. Бортпроводник на борту должен в первую очередь обеспечить безопасность пассажиров. Ну и, конечно, обслужить пассажиров пассажиров. Ну, конечно, обслужить пассажиров культурно, соблюдая все те правила, которые вы здесь получили в учебном центре. Основные правила — это быть внимательным, добрым, предупредительным ко всем пассажирам, особенно к пассажирам с детьми, больным, пожилым. Ну и, конечно, помнить те правила, которые я вам давала сама по обслуживанию пассажиров питанием в любом классе, в экономическом, в бизнесе, в первом классе. Это имеет очень большое значение. И впечатления, которые вы будете производить на пассажира, главное, чтобы вы внешне выглядели всегда хорошо, были в хорошем настроении, в бодромности духа. Я вам желаю всяческих благ. В моем первом классе, я должен был готовить людей в первом компартаменте для обслуживания, потому что это было в обслуживании. Это было интересно, как люди реагируют, и как полностью я могу сделать это. Это происходит очень seldom, поэтому это было интересно. Это происходит через аппарат, импульсно-электрический ток, маленькой частоты, маленькой амплитуды. Расслабимся, расслабимся. Слышите музыку. Все глубже и глубже. Спадает все напряжение. Я сделал четыре захода. Четыре захода, и все-таки мы сели. Как сели, честно скажу, наверное, Господь Бог нас посадил. Потому что, сами понимаете, не видеть ни земли, ничего, и приборов этой пятой точкой определялось. Будем так говорить. Мы сели. Очень благодарен. Спасибо ему. После того, как вышли из самолета, прежде всего захотелось, вот может мне, потом скажут, что я и пьяница, но хотелось целый стакан водки выпить. Как только я пришел в авиацию, а в авиацию пришел по любви, мне нравилось, как люди летают, что они чувствуют хотелось. Романтика. Романтика. А получилось. Угу, вы не только в авиацию, но я не 55-хtest. Ну-ка, думал. И после того, как я продумал эти четыре дня, не выходя на полеты, мы не выходили на полеты, понял, что авиации я не брошу. Смогу выдержать все, что может случиться в нашей жизни. Мин-билт, lots of different food choices, relatively low prices, the trays, you can pick your yogurt and milkshake and banana, get a main course, it's a wonderful thing. You almost wonder why they didn't build one of those for the ticket-buying passengers in the main aerodrome. . In-flight meals on Aeroflot. Of course, when I first came here, there weren't any. What they did was they served you a plastic cup with sulfur-tasting water in it and a few leaves, which I'm told were tea. But I usually decline that. Things have improved. On the last flight down to Bashkiria that I made, I was given a wafer biscuit. It was made in turkey, and it actually tasted very good. But then I looked at the wrapper and I read the ingredients. I don't know why you always read the ingredients after you've eaten the biscuit, right? But I'm trying to find out if someone can tell me what hydrogenated sanitary flowers are. Because I've eaten some. You're from Europe? From England? Yeah. Speak English? A little bit. I see. Where are you flying from? Well, I should be going to Kamchatka. And you, where are you going? I'm going to St. Petersburg. Yeah? Yes. A business trip? Yes. It's a business trip. What business do you do? It's a marriage business. Really? Yes. Marriage business? Marriage business. Or Russian women to foreign men? We introduce Russian women to Western men. And it's successful generally, is it? Yes, it is successful. Yeah? Yes. Yes. We have no divorces. Yeah. Sounds like a good business to me. Are you married? Yeah. Yes, I am. But my wife works in London. And I'm out here and I go back periodically between the two. But you work here? Yeah. I work in Moscow, yeah. Maybe you know some friends who would like to meet Russian women. Sure. Oh, yeah. I mean, yeah. There's a lot of single guys out here that would be... Can I give you my business card? Yeah, sure. Sure. And so how do they get in touch then? What do they need to do? Yeah, just hold this number and come to our office. Yeah. You know, we have individual approach to everybody. Yeah. And what do they sort of come along and say what they're looking for? Yeah, they can see... Yes. They can leave their order. Their order, yeah? Yes. Like a pizza. Take away a wife instead of a pizza, huh? No. I'm joking. I'm joking. I'm joking. Вылет рейса 623-го Москва-Ош задерживается до 0 часов 5 минут. Внимание к сведению пассажиров. Информация о времени вылета рейса 31-11 Москва-Пермь будет объявлена в 11 часов. Внимание к сведению пассажиров. Информация о времени вылета рейса 51 Москва-Петропавловск-Камчатский будет объявлена через 4 часа. Продолжение следует... Рекалл everyone back to the check-in desk and said we're now flying. I've got the usual problem now, do I stay or do I go. We're still here, a bottle of vodka here, some guys bought. We've had a couple of shots, they've gone back to the hotel, they've packed it in for the night, foreigners, they've taken the chance, I'm staying, we'll see what happens. They've announced the girls here, they're going to work for another 20 minutes, 40 minutes, then they're going to pack up. I'm going to have to go back out there, fight for a seat, and hack it for another three or four hours. In the far northern Siberian town of Norilsk, they have this weather pattern called the Black Blizzard, which lasts most of the winter. The wind blows over 60 miles an hour, it's total darkness because it's the polar night, and people walk out on the street, they run a rope off of a tractor, and people grab onto it in order to not be blown away into the tundra and lost forever. So you fly into Norilsk, you think, wow, this is a really interesting place out in the middle of the tundra, and that wears off after about the second day of being stranded there. We were stranded there for about a week because the flights can only take off if the Black Blizzard is blowing from a certain direction. Because the tundra is so swampy, they could only build one strip, one takeoff strip that only goes in one direction. So if the Black Blizzard isn't blowing from that particular direction that day, the airport's closed. So we were stranded there for about a week, when one day they announced that the airport was open. So we get in our car to take the 60-kilometer trip to the airport, got up to a roadblock, and they told us that the airport was open but the road was closed. So we're not going to go inside our car, and we are out here. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Первый полет прошел неплохо. Я думала, что будет сложнее. Но, в общем-то, я довольна. Мне очень нравится Камчатка. Здесь очень замечательная погода. Мне очень нравится ландшафт. Жалко, что у нас очень мало времени, чтобы посмотреть все это. Но я думаю, что у меня еще будет возможность побывать здесь не один раз. И не только здесь, может быть. Я считаю, что это хорошее начало, хороший день. Девять часов, и мы прилетим в Москву, где, в принципе, пассажиры после этого дальнего рейса получат возможность следовать дальше в любые практически районные города бывшего Союза. Ну, или России. Это очень удобно и выгодно еще и потому, что, в принципе, добираться отсюда можно только морем. Это очень длительный путь и не очень удобно. Так что эта трасса имеет, в принципе, большое будущее. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, пожалуйста. Продолжение следует... Дисастер от начала до конца. Я проведу мою встречу. Диспочтен, что не было больше времени чтобы посмотреть на природу. Я слышал много о этом месте. Но это всё. Это типичное. Это правило. Я проведу мою встречу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошей физической подготовки. Это моя точка зрения, но я считаю, что это и наше общее дело. Потому что врачи, кстати, которые проверяют нас, заботятся о нашем здоровье. Но прежде всего, лётчик должен заботиться сам. Поэтому я считаю, что он должен заниматься, например, баскетболом, плаванием, теннисом и другими видами спорта. Я держу себя в форме, и я доволен. Мне помогает переносить лучшие перегрузки. Тяжелые транспортные полеты по 9 часов в воздухе, они очень здорово влияют на здоровье. КОНЕЦ КОНЕЦ Отличный. Давай, отлично. Отличный. Ох! 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 Сейчас начнется самый главный процесс. Я с виду пойдем сюда. Ох! Ох! Вот так. Хорошо. Еще покинули. Ох! 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 Веником пройдет. Ох! Ох! Страешь как силы, и ухой становится строй! Хе-хе-хе-хе! Ох! 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 Здравствуйте! Ох! 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 Вот и недавно я ездил в Ейск, 37 лет спустя после того, как я оттуда. Ну, в этом году должно было 80-летие быть, к сожалению, закрыли училище. Но кое-кто осталось, а большинство людей уже ушли, которыми я когда-то кончал. Молодцы. Сколько это с вашего курса примерно было? Это очень меня влечет в небо, и это романтика влечет. Вот вы знаете, когда приятно, когда с молодым пилотом сядешь на самолет, на спортивный самолет, такой, как Як-52, выполнишь две зоны высшего пилотажа, это становится вообще... Душа поет, поет душа, и ты становишься лет на 20 моложе, ну понимаете? Взлет, набор высоты, а потом чистое небо. Прекрасно. Вот это вот самое, вот это самое считается, это самое считается, что-то романтика. Давайте выпьем еще за все прекрасное, что мы все-таки... Наша судьба, нас судьба, так сказать, не потеряла и нашла святого. В аэрофлоте, кстати, очень хорошие, классные летчики, они трудятся. Именно поэтому, что наши творческие относятся к этому процессу, они не просто рабы полетов, а они, понимаете, с душой. Вы же сами сказали, вы что пришли по призванию, у вас появилось желание, потом оно росло, вы совершенствовались. И, естественно, вкладывали все то, что хотели. Дорогие летчики, еще у меня очень интересный такой шутливый есть сток. Обычно говорят, что летчики любители немножко выпить, но это неправда. Настоящие летчики, они почти практически не приходят пить, если он бережет свое здоровье. Ну а чтобы не слышно было, что летчики, когда выпивают, сидят в комнате, выпивают, и слышен звон бокалов, поэтому я предлагаю такую небольшую шуточку сделать. Давайте выпьем, чтобы нас никто не слышал, что мы пьем. А делается это вот таким образом. Раз, два, три. Никто не слышал. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Вот сейчас я сижу здесь, жду решения врачебной комиссии, так как они определили, у меня со здоровьем не все в порядке. Какое будет решение, это меня сейчас вызовут. И председатель нашей медкомиссии, Валентина Вячеславовна, мне это скажет. Георгий Витальевич, пожалуйста. Я считаю, что надеяться только можно на чудо. 99% против и 1% за то, что я останусь в строю в лед. Георгий Витальевич, обследование закончилось. Сегодня мы объявляем решение нашей комиссии. По результатам проведенного обследования выявлены такие изменения в организме, которые заставляют нас сегодня сказать вам, что продолжать лётную работу вы не сможете. Так как продолжение её отрицательно скажется на состоянии вашего здоровья. Вы знаете, что в период пребывания в стационаре у вас выявлены изменения в лёгких, выявлены изменения со стороны сосудов головного мозга. Доктора вам объяснили, что это такое. Но, к сожалению, сегодня мы объявляем наше решение. Вопросы можно задать? Конечно. На современном уровне развития медицины какие лечения можно провести, чтобы вернуться на лёгкую работу? Эти явления необратимы. То есть вернуться к лёгкому труду, вероятнее всего, будет нельзя. Ну что, я очень благодарен вам за то, что вы продержали на лётной работе столько, столько лет. Далее. Ну и наша работа, конечно, такая, что мы когда-то должны уйти. К сожалению. Так что, если согласны... Согласен. Георгиевич, подождите. Может быть, есть вопросы к докторам? Ну что, мне все доктора все рассказали. Объясняли всё это. Я не знаю, что можно ещё. Я в таком сейчас состоянии, что вопросы пока. Если можно будет, я приду к вам. Георгий Титович, больше того, всегда можете обращаться к нам за медицинской помощью, амбулаторной или для стационара. Помощь будет оказана на любой момент. Ну что, мы прощаемся с вами и хотим пожелать успехов на земле. Спасибо. И вам спасибо, Георгий Титович. Всего доброго. До свидания. Самый тяжёлый момент в нашей работе. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда человек отрывает от любимого работы, от любимого занятия, он начинает скучать. И скучает в душе. Это если можно сравнить, то любимую пару, которая прожила вместе 50 лет. И если один человек из этой пары умирает, то второй, и в конце концов, быстро тоже умирает. А лётчик, то же самое, вот посмотрите, его оторвали от любимого занятия, он всю жизнь мечтал о полётах. И вдруг он это не может. Хочется полетать, а не можешь. Вот и начинает человек угасать. Ну, во-первых, пенсия. Какая бы она у нас сейчас ни была, но это и есть пенсия. Я постараюсь, конечно, чтобы найти работу какую-то, не сидеть, сложа руки дома, не ждать от моря погоды, а именно заниматься какой-то такой работой, чтобы приносило пользу, чтобы не засиживался, чтобы кровь не загустела, будем так говорить. Те пилоты, которые продолжают летать, я бы им желал чистого неба, мягких посадок. Об этих пилотах я очень волнуюсь, потому что экономическая сторона, безопасность полётов, в какой-то степени их могут заставить пойти на какие-то уступки, типа того же заработка, с неисправностью какой-то техники вылететь в полёт. А это уже сугубо. КОНЕЦ 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 Время пришло, столько отлетал, и теперь пришла очередь мне оставаться на земле больше, я не поднимусь в воздух. А ты, милая птичка, лети, наслаждайся, смотри на землю, поднимешься в воздух, увидишь эту землю и насладишься своим полетом. До свидания, прощай, улетай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok